Здравствуйте, дорогие студенты, уважаемые коллеги и зрители АДАУ-ТВ. Меня зовут Ёлча Веймина, преподаватель кафедры формации и ветсанэкспертизы. Преподаю предмет фарматистическая химия. Сегодняшняя наша тема – фармакохимический анализ антибиотиков, которые являются производными арилалкиламинов и нафтосена. План нашей сегодняшней лекции – арилалкиламин, левомецитин, открытие и эстеры левомецитина, треоэритроизомерия, получение, определение и в лаборатории, и применение левомецитина и его эстеров, антибиотики, которые являются производными нафтосена. И пятый пункт нашего плана – структура инактивации, эпимиризации и определение в лаборатории антибиотиков группы нафтосена. Список рекомендуемой литературы – анализ лекарственных препаратов арзомастцев, и фармацевтическая химия, автор арзомастцев Бейликов – фармацевтическая химия, выпуск 2007 год, а также я для составления лекционных материалов использовала азербайджанскую литературу Хафиз Алиев – фармацевтическая химия на азербайджанском языке. И еще, кроме этого, электронная версия лекционных материалов, а также интернет-ресурсы. Так, сегодняшний первый мы начнем с производных арилалкиламинов. Что такое арилалкиламины? Сперва я это объясню, а потом перейдем к представителям антибиотиков. Ребята, вот арилалкиламины. Что означает арилалкиламин? Значит, арильный радикал, то есть, это арильный радикал означает, что остаток от какого-нибудь ароматического углеводорода. Вот этот арильный остаток, это алькильный остаток, например, остаток от какого-нибудь углеводорода. Это алькильный радикал и амин. Там есть остаток азота. Значит, арил, алкил и амин. Из арилалкиламинов мы проходили с вами гормоны, йодированные формы арилалкиламинов, это тироксин и триодтиранин, то есть гормоны щитовидной железы. Кроме этого, адреномиметики, адреналин, норадреналин, противопаркинсонические препараты, дофамические препараты, а наконец мы оставили антибиотики, которые относятся к группе арилалкиламинов. Точнее, левомесетин и его СТР, они относятся к нитрофенилалкиламинам. Что это такое, я походу объясню. Значит, впервые в 1947 году из почвенных акциномицетов с рептомуки с венезуалия был отделен антибиотик под названием хлорамфиникол или же хлормицетин. Этот антибиотик обладает широким спектром действия против грамм положительных, грамм отрицательных бактерий, рикет, вирусов, а также одноклеточных микроорганизмов. И в 1949 году был полностью синтезирован химическим синтезом этот препарат, то есть левомесетин. Это первый антибиотик, который был синтезирован химическим синтезом. Для эритромесетин, то есть левомесетин, для левомесетина характерна изомерия. До того, как мы перейдем к изомерии, я напишу формулу левомесетина. Продолжение следует... Это формула левомесетина. Вот мы видим, что арильный радикал, аминогруппу и вот алькильный радикал. Поэтому именно это соединение относится к производным арил-алкил-аминов. Для левомесетина характерна трео- и эвитроизомерия. Почему? Потому что в составе, как мы видим, в составе левомесетина есть два асимметрических атома углерода. Вот первый асимметрический атом и второй. Давайте вспомним, что такое асимметрический атом углерода. Асимметрический атом углерода означает... Один углерод, если соединяется с четырьмя разными атомами, то называется асимметрическим атомом. Вот. И если есть два асимметрических атома углерода, то имеется сколько видов изомерии? Четыре видов изомерии. То есть, или же две пары антиподов. Что такое эвитро- и треоизомерия? Это то же самое, что и транс- и цис-изомерия. Сам левомесетин обладает треоизомерией. Сейчас это треоизомер. Что такое эвитроизомер? Я сейчас начерчу. Хлор-2. Ох. ЦХ. Нет. ЦХ-2. Вот. А эта форма изомерии, это эритроизомерия. Значит, сам левомесетин обладает треоизомерией, то есть, структура пространственная изомерия, именно треизомерия. А эритроизомерия, формы эритроизомерии, они не применяются в медицине. Почему? Потому что они являются токсичными, эти соединения. Вот. И какие, вот я сказала, что две пары антиподов. Какие это антиподы? D- и L+. Право-вращающие и лево-вращающие, значит, антиподы. Синтомицин. Что такое синтомицин, ребята? Это формы, значит, препарат, который выпускается в форме линеметов и применяется против воспаления гнойных ран, слизистых оболочек, а также гнойных ожогов. В составе синтомицин, то есть, синтомицин включает и треоизомерию, и D- и L+, а сам левометитин – D- треоизомер. Теперь, так, из чего же получается сам левометитин? Сам левометитин, значит, получается нитроацетофенона. Нитроацетофенона, сам нитроацетофенон подвергается различным реакциям, и в конце получается основание левометитина. Параметроацетофенон подвергается различным реакциям. И в конце получается основание левометитина. Вот, получилось у нас основание левометитина, NH2. И после этого основание, соединяясь с метиловым эстером дихлоруксусной кислоты, получается в результате реакции сам левометитин. Вот, прибавляем, прибавляем. Значит, метиловый эстер дихлоруксусной кислоты, CH2, CH3. И, значит, присоединяйся сюда, и получается что? Отсюда один водород идёт. Можно и так написать, чтобы вы поняли. H и H, отсюда H идёт, отсюда, значит, CH3, OH идёт. И вот этот остаток прикрепляется вот сюда. NH, CO, CH2. И в результате выделяется метиловый спирт, метанол. Так, как же в лаборатории определяем, значит, левометитин? Левометитин определяем, определение в лаборатории, то есть подлинность. С натрия у H, значит, получается основание и натриевая соль дихлоруксусной кислоты. То есть, CH2, дихлоруксусной кислоты. CH3, О, натрий. Так, и при этом, ребята, получается жёлтое окрашивание, а потом розовато-красное окрашивание. Вторая качественная реакция определения левометитина – это образование азокрасителя. То есть, если здесь есть ароматическая группа и нитрогруппа, то это может дать реакцию азокрасителя, то есть образование азокрасителя. Как же можно получить вот именно азокраситель? Конечно же, соль диазония. Как вы помните, соль диазония – N, хлор минус. Вот, и какой-нибудь радикал не имеет значения. Значит, вот, соль диазония, вот именно азот служит катодом, катионом, а хлорид – анионом. И добавляя какой-нибудь соль диазония и бета-нафтол, получается красное окрашивание. Это тоже качественная реакция для левометитина. Как определяется количественное определение именно этого препарата? Первый, значит, способ количественного определения – это нитритометрия. Это один из количественных методов аналитической химии, нитритометрия. Для этого анализа мы берем нитрит, значит, натрия и хлорид H-хлор, то есть хлорная кислота, и катализатором служит здесь калибром. И введем производство титрования, и при этом до появления синего окрашивания. Так, метод спектрофотометрии. Второй способ определения, значит, левометитина в лаборатории, то есть количественного определения левометитина – это метод спектрофотометрии. Спектрофотометрия – это один из методов оптического анализа. Значит, длина волны должен быть 278 нанометров. Вот обратите внимание, я включила спектр определения левометитина. Вот, обратите внимание, что пик примерно вот именно соответствует длине волны 278 нанометров. Какие же формы, значит, выпуска левометитина? Таблетки, глазные капли, свечи, мази, растворы для инъекций. Я некоторые растворы для инъекций, значит, спиртовые растворы для кожи. Я включила в слайды именно форму выпуска. Вот таблетки, вот капли глазные, синтомицин в форме линемента. И вот, левометитин – это эстер, я сейчас объясню это. Эстер и сам левометитин в форме мази. Так, начнем, уже перейдем к, значит, эстерам левометитина. Что такое эстер? Это то же самое, что и эфир. Что такое левометитин натрий-сукцинат? Сукцинат, как вы помните с курса биохимии, сукцинат – это остаток янтарной кислоты. Это кислота, которая в составе имеет две карбоксильные группы. И присоединяясь к самому левометитину, получается левометитин натрий-сукцинат. Вот, я сейчас напишу именно получение этого препарата. Давайте так сделаем. Я здесь сам сукцинат напишу. Вот, СОГАЖ, ЦАЖ-2, ЦАЖ-2 и ЦОГАЖ. Вот, ГАЖ отсюда идет, ребята, АОГАЖ отсюда. АОГАЖ отсюда. И вот этот остаток присоединяется вот сюда. Остаток присоединяется вот сюда. СООНАТРИЙ. Ага. Почему натрий-сукцинат? Я прибавила также и атом натрия, то есть ион натрия тоже. Значит, не сам сукцинат, а натрий-сукцинат. И вот чем отличается левометитин-сукцинат от самого левометитина? Сам левометитин очень мало растворим в воде в соотношении 1 к 300. А левометитин, натрий-сукцинат хорошо растворим, легко растворим в воде. И поэтому можно применять подкожно, подмышечно и внутривенно. Форма выпуска в флаконах, вот я слайд включила, 1 грамм в форме 0,5 граммовый и 1 граммовый. И в воде, как я уже сказала, легко растворим, и 20% растворы вводятся подкожно, подмышечно и внутривенно. А активность против микроорганизмов одинакова с самим левометитином. Левометитин стеарат. Это второй эстер левометитина. Что такое стеарат? Как вы помните, тоже из курса биохимии, стеариновая кислота. Стеариновая кислота что такое? Это один из насыщенных жирных кислот, стеариновая кислота, С17, H35, СУ, ГАШ. Остаток стеариновой кислоты прикрепляется, значит, к левометитину и получается эстер, левометитин стеарат. Еще я напишу формулу. Так, я это стираю уже. СО, СХ2, 16 и СХ3. Вот, вместе сколько делает? С17, Х35, значит, СОХ. И остаток от СУХ, от стеариновой кислоты отделяется УХ, группа, от левометитина Х, выделяется вода и получается эстер. Какой эстер? Левометитин стеарат. Сам левометитин стеарат белый порошок, не горького вкуса. И вот отличительная черта вот этого препарата от других препаратов группы левометитина, это то, что не обладает горьким вкусом. И поэтому можно назначить для детей. Форма выпуска таблетки 0,25 граммовые, гранулы, принимается внутрь. И что происходит, ребята? Вот, в желудочно-кишечном тракте происходит реакция омыления. Почему реакция омыления? Потому что в составе есть, значит, стеариновая кислота. Всасывается, и вот, всасывается не полностью, и остается длинное, длительное время в кишечнике. И поэтому эффект в желудочно-кишечном тракте, антибактериальный эффект в желудочно-кишечном тракте более длительный. Форма выпуска таблетки, гранулы, таблетки 0,25 граммовые и относится к списку B. Так, определение подлинности этого препарата. Добавляем первая реакция с натрий-УГАЖ, так же, как и левомесетине. Добавляем натрий-УГАЖ, нагреваем, получается розовато-красное окрашивание. Вторая реакция, определение подлинности. Это добавление концентрированной, значит, H-хлор, то есть хлорной кислоты, и, значит, подвергаем нагреванию. И вот, если подвергаем нагреванию, мы видим капли. А потом, спустя некоторое время, эти капли отвердевают. Именно эти капли, значит, стеариновой кислоты. Происходит отделение стеариновой кислоты от левомесетин стеарата. Количественное определение. Количественное определение спектра фотометрии. Вот. И при длине волны 276 нанометров. 278 было где? В самом левомесетине. А левомесетин стеарат длиновал на 276 нанометров. Для растворителя. Как растворитель мы берем 95% значит спирт, то есть этанол. И количество левомесетина в препарате не должно быть меньше 51% и больше 55%. Так. Количественное определение и все. Как я еще раз повторяю, мы закончим с левомесетином и перейдем к производным нафтосена. Вот левомесетин, ребята, в чем отличие от всех антибиотиков, обладает широким спектром действия. И первый полностью синтезированный препарат, химическим синтезом полученный препарат, активен против положительных грамм отрицательных бактерий, рикетций, спирохетов, стафилококков. И даже активен против микроорганизмов, которые приобрели резистентность против пенициллина, например, сульфалинамидных препаратов. И именно левомесетин активен против этих микроорганизмов. С левомесетином закончили, то есть с арилалкилоамином закончили. Мы сейчас перейдем к производным нафтосена, то есть тетрациклина. Впервые в 1948 году был получен такой антибиотик под названием ауромицин. А потом в 1952 году биомицин, то есть хлорпетрациклин, этот антибиотик обладал широким спектром действия и в составе содержал вот именно атом хлора. В 1953 году был получен терамицин, а затем установили, что в составе есть ОХ-группа, то есть относится к, назвали окситетрациклином. Так, и хлорпетрациклин, и тетрациклин, и окситетрациклин, они являются природными. А полусинтетические препараты этой группы это морфоциклин, метациклин и доксициклин. Вот я включила формы именно капсулы доксициклина и капсулы метациклина. Так, давайте мы с вами разберем именно структуру. Я структуру не включила в слайда. Я сейчас объясню структуры, из чего они получаются. Что такое нафтосен, ребята? Второе название нафтосена это тетрасен, то есть четыре цикла соединятся между собой. Вот. Это нафтосен, это соединение. Вот. И А цикл, Б цикл, С и Д цикл. Нумерация как идет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать и двенадцать. И уже перейдя к производным нафтосена, уже эти двойные связи, что делают, уходят. Часть этих двойных связей уходят. Значит, это сам нафтосен. Что происходит, когда уже к производным перейдем? Мы, значит, напишем. Давайте, я сейчас напишу общую формулу всех представителей группы нафтосенов. Значит, двойные связи вот уходят. Так, нумерация остается то же самое. И в Д цикле ароматический углеводород, то есть пензольное кольцо, вот здесь. Это остается. А двойная связь между вторым и третьим углеродом, обратите внимание, и вот здесь. Между одиннадцать А, вот, одиннадцать А, это десять А, али двенадцать А. Вот между одиннадцать А и двенадцать углеродными атомами есть двойная связь. Когда уже мы пишем общую формулу представителей. Вот. Здесь кетогруппа, здесь ОХ-группа, здесь кетогруппа, здесь ОХ. Ага. Вот. С, О, Н, Х, Р. Это один радикал. Я сейчас меняю, когда меняются представители, вот, группы этих антибиотиков, меняются и радикалы. В третьем положении ОХ-группа. В четвертом положении Диметиламин. Вот. С, О, Н, Х3. Давайте я так напишу, чтобы потом здесь тоже один радикал. Здесь два радикала в шестом положении. И в седьмом положении радикал. Значит, у нас где бывают радикалы? Во втором положении. В пятом положении. В шестом. Два радикала. И в седьмом один радикал. Когда меняются, как я уже сказала, представители, меняются и сами радикалы. Я сейчас начерчу, чтобы было удобно. Я сейчас начерчу, что? Вот таблицу для каждого представителя. В пятом положении. Второе положение. Пятое, шестое и седьмое положение. Вот. Я, вот, каждый представитель, я напишу соответственный радикал в положениях. Я еще хочу сказать, что кроме самих препаратов, есть комбинированные препараты тетрациклина с другими антибиотиками, чтобы повысить эффективность с алиндомицином, например, с эритромицином, например. Комбинированный препарат с алиндомицином называется алититрин, а комбинированный препарат с эритромицином – эритциклин. Вот, я включила в слайд именно эти. Алититрин в форме таблетки, а эритциклин в форме капсулы. Ага. Давайте мы попробуем с вами написать формулу самого тетрациклина. Во втором положении в структуре тетрациклина есть H, там, где радикал, мы пишем водород. А в пятом положении тоже H, в шестом положении OHCHCH3, в седьмом положении H. Значит, вставляем сюда H. H здесь. Если есть H, не имеет значения, то есть можно и не написать. Давайте ничего не напишем. Или H можно написать. И здесь ничего не пишем. А в шестом положении, конечно же, пишем OHCHCH3. OHCHCH3. Вот мы получили что? Сам тетрациклин. Так, что происходит? Давайте я и на примере тетрациклина, я объясню инактивацию самого препарата. Что такое инактивация, ребята? Сам тетрациклин обладает амфотерными свойствами. Что такое амфотерность, вы знаете. Амфотерность, значит, носит свойства и кислот, и оснований. С чем это связано? Так как в молекуле есть вот диметиламин. Этот вот, 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 этот радикал носит основные свойства. А OHCHCH3 в третьем положении, в десятом положении и в двенадцатом положении, они носят кислотный характер. То есть, в третьем положении OHCH Nº гидроксил. Самый активный из них, вот, именно Nº гидроксил, который в третьем положении. А вот в десятом положении, ребята, это не Nº гидроксил. И Nº говорят, и Nº не имеет значения. А в десятом положении вот эта гидроксильная группа тоже носит кислотный характер. но является не инольным, а фенольным гидроксилом. Как я уже сказала, самый активный из них, значит, в третьем положении УХ. Что такое инактивация? Значит, они амфатерны. При действии кислот происходит инактивация, а также при действии шелочей то же самое. И при инактивации в кислой среде, при действии кислот, получается ангидротетрациклин, а при действии шелочей получается изотетрациклин. И для, значит, один из свойств группы этих антибиотиков – это эпимеризация. Что это такое? Я, по ходу, объясню. Это при ПХ от 2 до 6 происходит эпимеризация. То есть, пространственная конфигурация меняется у одного, значит, углерода. У какого я сейчас… Вот в четвертом положении меняется, происходит эпимеризация, и получается эпимер. Так, сначала я объясню, что такое ангидротетрациклин. Обратите внимание на что. Так, я ОХАШ здесь напишу. САШ-3 и ОХАШ. И вот здесь я сказала, что можно написать, и не важно написать. Просто, чтобы показать, как происходит образование ангидротетрациклина, я уже написала. Значит, вот, ОХАШ отсюда идет, и ОХАШ отсюда идет. При действии кислот выходит вода, и С-цикл ароматизируется. То есть, появляется двойная связь в С-цикле. А так, двойной связи в цикле С не было. Вот, появляется двойная связь. И двойная связь между ОХАШ-группой меняется на кетогруппу. И что происходит? Б-цикл без двойных связей, а С-цикл с двумя двойными связями. Вот образовался у нас ангидротетрациклин. При действии чего? При действии кислот. Получается еще, вторая инактивация, это при действии щелочей. При этом получается изотетрациклин. Что такое изотетрациклин, ребята? Тоже меняется, какой цикл наш? Меняется С-цикл. Полностью, происходит полностью разрыв С-цикла. Вот. С. Давайте О, С. И вот. Давайте я аккуратно напишу. Вот. Так. Что происходит при действии щелочей? Именно, помните, разрывается С-цикл. И это при этом получается изотетрациклин. Это тоже инактивированная форма тетрациклина. Что такое эфемеризация, ребята? Эфемеризация, как я уже сказала, при PH от 2 до 6 происходит, меняется пространственная конфигурация этого соединения. И вот в четвертом положении, как мы видим, есть диметиламин. Давайте я компактно напишу, чтобы показать эфемер, что такое. Обращаю внимание на А-цикл. Вот. На А-цикл. Значит, здесь можно и написать водород. ИН-Ц-Х3 дважды. А здесь я напишу именно эпимерную форму. Вот. Это нормальная форма. Когда PH от 2 до 6 появляется, получается эпимер. Я уже остальную часть не пишу, я пишу только цикл А. Вот. А-Х-И-Н-Ц-Х3 дважды. С-О-Н-Х-2. Что происходит, ребята? Х-И-Н-Ц-Х3 дважды. Диметиламин меняются местами. И вот этот... В чем суть эпимера? В чем отличие эпимера от нормального соединения, от просто простого соединения? Этот эпимер, он более устойчив, более стабилен к действию кислот и щелочей. Ага. Сам петроциклин, ребята, был получен из микроорганизмов под названием Срептомукис ауруфасиенец, микробиологическим синтезом, трудно растворим в воде и спирте. Так, определение в лаборатории, значит, первое определение, конечно же, подлинность, определение подлинности, тетроциклин и все производные, относящиеся к производным нафтосена, они определяются концентрированной серной кислотой. Добавляя концентрированную серную кислоту, появляется фиолетовое окрашивание и под действием воды появляются желтые окрашивания, то есть желтый цвет. После этого мы можем добавить феррум хлор-3, феррум хлорид трехвалидный и в результате получается кафейный цвет. Как вы помните, почему мы добавляем и можем добавить феррум хлор-3, мы знаем, что все фенольные гидроксилы определяются чем? Реакция, общая реакция для определения фенольных гидроксилов, конечно же, феррум хлор-3. А где этот фенольный гидроксил? Вот здесь, в десятом положении. И поэтому мы можем добавить феррум хлорид. Количественное определение этого препарата, спектрофотометрия. При длине волны 308 нанометров, 380 нанометров, показатель поглощения, значит, должен быть от 380 до 410. Так, формы выпуска, значит, тетрациклина, ребята, таблетки, драже, суспезии, также и в форме мази. Вот я включила в слайды, значит, формы выпуска. И я хочу сказать, что при длительном употреблении этого антибиотика появляется вот кандидомикоз. Чтобы предотвратить появление кандидомикоза, применяется нистоцин. Так, вторая, второй представитель из производных группы нафтосена, это окситетрациклин. Окситетрациклин, ребята, вот во втором положении H, в пятом положении OH группа имеет, в шестом положении тоже самое OHCHCH3, в седьмом положении H. Вот. Давайте вставим вот сюда. Я сейчас в нормальной форме напишу вот это. Значит, и вот в пятом положении, в отличие от самого тетрациклина, что здесь есть? OHCH. Вот OHCH. Это, значит, характерная, это вообще структурная формула окситетрациклина. То есть, когда мы вот составляем эту таблицу, нам удобно уже написать именно структуры каждого из представителей. Значит, в пятом положении OH группа, в шестом положении OHCHCH3, во втором положении H, и в седьмом положении тоже H, который мы не пишем, можем и не писать. Вот, окситетрациклин есть дегидрат и, значит, гидрохлоридная форма. Дегидрат умноженный на две молекулы воды, а гидрохлорид, конечно же, умноженный на H-хлор, соляную кислоту. Значит, дегидрат – кристаллический порошок светло-желтого цвета. Вот этот препарат, окситетрациклина, ребята. Ага. Как можно определить в лаборатории окситетрациклин определение подлинности? Добавляя концентрированную серную кислоту, получается ярко-красное окрашивание. А вот водную сиспензию препарата можно добавить в феррум хлор-3. Это второе определение окситетрациклина, при этом получается кофейный цвет. Количественное определение тоже спектрофотометрия. Значит, при длине волны пик препарата показывается при длине волны 268 нанометров и 353 нанометров. Так, форма выпуска. Окситетрациклин. Существует мази окситетрациклина, а также аэрозольная форма. Так, мази оксизон, гиоксизон. Мази оксизон включает окситетрациклин дегидрат 3% и гидрокортизон 1%. А гиоксизон мазь включает окситетрациклин не уже дегидрат, а гидрохлорид тоже 3% и гидрокортизон ацетат 1%. Что такое гидрокортизон? Вы уже знаете, что гидрокортизон это один из кортикостероидов. Окси циклозол это аэрозольная форма окситетрациклина, который включает окситетрациклин гидрохлорид 0,3 г и перегнизон 0,1%. Перегнизон значит, что это такое, это тоже полусинтетический аналог кортикостероидов. И еще оксикорд тоже аэрозольная форма окситетрациклина, который включает окситетрациклин гидрохлорид, а там вместо перегнизона здесь гидрокортизон. Состав окситетрациклин гидрохлорида 0,3 г, а гидрокортизона 0,1 г. Морфоциклин. Что такое морфоциклин, ребята? Вот, я сейчас напишу в таблице формулу. Значит, включается во втором положении, прикрепляется вот цикл морфолин. Что это такое? CH2, N и O. N, O и CH2. Вот, во втором положении, в пятом положении, значит, H. В шестом положении, O, H, CH3. В седьмом положении, H. Давайте, значит, вставим формулу. Давайте я цикл С приведу в порядок. Вот, O, H. Нет, это группа. Здесь, O, H. А это, ага. Я здесь. Вот, 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 вот. Вот. Значит, привела в порядок уже. Я уже инактивированную формулу написала только что. Я сейчас уже нормальную формулу написала. И прикрепляется куда? Во втором положении, ребята. Вот. Я сказала, вот здесь есть радикал, да? А вот, вот, к этому радикалу прикрепляется остаток морфолина. Вот, O, и этот препарат называется как морфолин. Вот. Вот это формула морфоциклина. Значит, в воде легко растворим морфоциклин, мало растворим в спирте. По антибактериальному действию, похоже с цитроциклином, то есть активность одинакова почти. И так как в воде легко растворим, можно ввести внутривенно, а также в форме аэрозоли применяется. Форма выпуска флакона 0,75 и 0,15 граммовая. И метациклин. До того, как я объясню метациклин, я хочу вам сказать, что я когда начала свою лекцию, то есть начиная с нафтосена, я сказала, есть еще один представитель, хлор-тетроциклин. Хлор-тетроциклин, так как токсичен, сейчас в медицине не применяется, но формулу мы всегда пишем. Значит, во втором положении в составе хлор-тетроциклина H, ребята, в пятом положении тоже H, в шестом OH CH3, а в седьмом положении хлор. Это хлор-тетроциклин. В отличие от этого, значит, вот в седьмом положении, вот здесь, мы пишем, что хлор. А во втором положении вместо морфолина пишем H. Метациклин, ребята, что такое метациклин? Это тоже и морфоциклин, и метациклин, и доксициклин, они являются полусинтетическими аналогами, которые являются производными нафтосена. Вот метациклин по сравнению с третроциклином более сильно действует против стрептококков, стопилококков и пневмококков. И быстро всасывается, но медленно выводится из организма и поэтому оказывает более длительный эффект, чем другие формы тетроциклина. Форма выпуска капсулы, но целых 15-граммовая и но целых 3-граммовая. Я вот включила в слайд вот именно форму выпуска метациклина гидрохлорида. Вот метациклин гидрохлорид, что включает, ребята, в формулу? Давайте я здесь напишу. Ага. Вот, во втором положении H, в пятом положении OH, в шестом положении двойная связь CH2 и в седьмом положении H. Давайте вставим в формулу. Значит, в пятом положении OH я уже написала, вот здесь есть. Во втором положении здесь H. И в отличие от других форм тетроциклина, здесь в шестом положении что есть? Значит, двойная связь и CH2. Это вот формула чего? Метациклина. Так, доксициклин, ребята. Доксициклин. Формулу я сейчас скажу. Вот формула. Значит, здесь уже места нету. Значит, во втором положении H, в пятом положении OH, в шестом положении CH3 группа, метильный радикал, и в седьмом положении H. Вставляем формулу, просто вот CH2 меняется на CH3 и без двойных связей. Двойной связи. Значит, доксициклин, так же, как и метациклин, сильно действующий препарат по сравнению с другими препаратами из группы нафтосанах, быстро всасывается, но постепенно выводится из организма. Поэтому лечебное действие длится 24 часа, то есть 1-1 сутку. То есть выпускается в капсулах, 0,05 граммовые и 0,1 граммовые. А также есть форма таблетки доксициклина. Я включила в слайдер, не капсулу, а именно таблетку. Значит, метациклин, морфоциклин и доксициклин по сравнению с природными представителями этих групп, этой группы антибиотиков, они оказывают более длительный эффект и более сильно действуют на микроорганизмы. И еще запоминаем, что действуют на грамм положительные, грамм отрицательные бактерии, в большей степени на грамм положительные бактерии, рикеции, одноклещенные микроорганизмы, а также именно тетрациклины, они получили широкий спектр действия. Я еще раз повторяю, если эффективность меньше, то применяется в комбинации с другими антибиотиками, как алиэндомицин, эритромицин и ряд других антибиотиков. С этим уже закончили. Вот тема сегодняшнего урока закончилась. Благодарю за внимание. Если вопросы будут, задавайте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.